Всем привет! Меня зовут Ирина Клистова. Я веду блог о грибах и растениях своими словами. Есть такой гриб лисичка настоящая. Все знают ее, но многие грибники боятся собирать, потому что есть ложные двойники. А в нашем понимании ложный значит ядовитый. Но это не касается того гриба, который мы с вами сегодня рассмотрим. Так какой же он самый главный двойник гриба лисичка? Пойдем. Если вы попадаете в такой вот хвойный лес, во мху можно увидеть много ярких грибочков. И один из них это лисичка ложная. Именно ее принимают за лисичку настоящую. И именно из-за нее и боятся собирать лисичку. Растет наша лисичка ложная в хвойном лесу. Она может расти на подстилке, на мху, может расти на разрушающейся древесине, в основном хвойных пород. Время произрастания ложной лисички кардинально отличается от времени произрастания лисички настоящей. Потому что настоящая лисичка у нас начинается где-то в мае. И основной ее сезон плодоношения приходится на лето. А вот лисичка ложная начинает плодоносить уже где-то к концу августа. И очень часто время их роста даже не пересекается. Но все равно люди очень сильно переживают, что найдут лисичку ложную и отравятся. А это немножко не так. Лисичка ложная – это второе название этого гриба. Правильно, это говорушка оранжевая. Есть такой род грибов, говорушки. Там очень-очень много видов различных грибов других цветов. Вот лисичка ложная, говорушка оранжевая, она яркая. И лисичкой ложной ее назвали, наверное, уже люди, чтобы отличить ее от того гриба, который они привыкли собирать. Это настоящая лисичка. Многие грибники просят сравнить эти два гриба вместе. Лисичку ложную и лисичку настоящую. Но исходя из времени произрастания, лето для лисички настоящей и начало осени для лисички ложной, сделать это сложно, потому что не встречаются они вместе. Практически не встречаются. Если очень внимательно смотреть по сторонам, даже глубокой осенью можно встретить лисичку настоящую. И это очень важно, потому что только встретим оба гриба вместе, есть возможность сравнить их и понять, в чем же все-таки эти отличия. Растет он тоже в мху, как и лисичка ложная. То есть может вполне встречаться в одном и том же месте, на лесной подстилке хвойного леса. Только если вы встретили ложную лисичку на древесине, в таком случае это исключительно ложная, потому что настоящая не растет на древесине. Она растет только на земле. Может встречаться кучами, может встречаться поодиночке. У нее практически одинаковый цвет. Оранжевый низ, но не ярко-оранжевый, а вот такой ближе к желтому, который не меняется по всей длине гриба. То есть сначала на шляпочке, вот он такой светлый, и ножка тоже светлая, до самого-самого конца. Видно, конечно, что гриб уже пожил, но это из-за того, что сейчас у нас средина осени, очень глубокая осень, были уже морозы, были холода, и лисичка настоящая отошла. Так что только поодинокие экземпляры сейчас могут встречаться. Из-за этого, кстати, и изменился цвет самой шляпки, потому что он должен был бы тоже быть ярким, так как у настоящей лисички цвет ни шляпки, ни пластинок, ни ножки не отличается между собой. Еще у лисички настоящей очень-таки широкие и красивые пластинки. Кстати, это не пластинки. Их еще называют ложные жабры. Это такие складки гриба, которые между собой таким образом соединились, что стали похожи на пластинки. Вот так выглядит лисичка настоящая. Но совсем рядышком растет лисичка ложная. И мы можем сегодня с вами сравнить эти два гриба вместе. Это просто мечта каждого грибника. Сегодня у меня лисичка ложная встретилась также на подстилке во мху. Видите, рядом, абсолютно в одинаковом месте, на одинаковой подстилке в одном и том же лесу у меня в руках два гриба. Настоящая съедобная вкусная лисичка. И лисичка ложная, которую все боятся. И которую при находке в основном нужно оставить лесу. Ну, о съедобности лисички ложной я поговорю немножко попозже. Сейчас я хотела бы их сравнить вместе, чтобы вы увидели, есть ли у них какие-то отличия. Для начала, если перевернуть эти грибы, уже сразу видно. Не только по ширине, по высоте, по величине гриба. Да, они разные, абсолютно между собой не похожи. Но мы смотрим в основном на цвет. Именно цветом лисичка ложная начинает вводить в заблуждение, что вот, посмотрите, я тоже лисичка. У ложной лисички пластинки более такие оранжевые. И есть переход. Независимо от того, что пластинки переходят ножку в одном прекрасном таком месте, пластинки заканчиваются, и начинается еще более яркая ножка, которая до основания темнеет практически до черноты. Здесь вот она и подпортилась, но в основном очень-очень темная она внизу. Если у лисички настоящей, этого перехода нет. Абсолютно одинаковый цвет. И до самого основания тоже нет никакого потемнения. Также у лисички настоящие, ее жабры. Вот эти пластинки, они заходят в ножку очень-очень плавно. Нет никакого перехода, практически незаметно. Даже если под сильным увеличителем посмотреть, то эти пластиночки очень-очень легко переходят в ножку. Ну вот у лисички ложной, такого нет. Цвет, конечно, немножечко похож. Если очень много экземпляров вместе, лисички настоящие и лисички ложной, они перепутываются между собой, и их различить, разделить на две разные кучки, очень сложно. Особенно неопытному грибнику. Если перевернуть, лисичка ложная имеет зональность. Зональность – это когда шляпка имеет разные оттенки цвета. Вот у этой лисички у нас оранжевый центр и бледные края. С возрастом лисичка ложная становится вообще бледной. Может быть белой, может даже немножко зеленцой отдавать. Это значит, она уже начала портиться. А вот лисичка настоящая, даже когда она сейчас уже подпорченная, у нее практически одинаковый цвет шляпки. Вот оранжевые края, которые были, и немножечко подмерзшая, потемневшая остальная часть, но в основном одного цвета. То есть она не почернела, не потемнела, не появилась никакой зональности. Ну, еще есть одно главное отличие, но для этого гриб нужно разрезать. Так как у нас лисичка настоящая сейчас встречается редко, я не думаю, что у нас есть шанс найти здесь еще. А вот лисичка ложная встречается, и мы попробуем найти более похожий экземпляр на настоящую лисичку и разрезать. Посмотрите на них в разрезе. Вот, например, очень хороший экземпляр ложной лисички, который можно разрезать и по сравнению с лисичкой настоящей увидеть ту самую разницу на срезе. Потому что лисичка настоящая на срезе имеет очень плотную, хорошую белую мякоть. Именно плотную, такую, как, например, у белого гриба молодого или у мусленка молодого. А вот лисичка ложная, независимо от погоды, при которой растет, все равно внутри водянистая, волокнистая и вот такая вот неоднородная. Так что, как видите, даже на срезе вы не сможете перепутать эти грибы. Лисичку настоящую можно кушать. Кушать без предварительного отваривания. Некоторые говорят, что даже сырой ее можно есть. Но лисичка ложная. Является ли она ядовитым двойником настоящей? Нет. Ложная лисичка или же говорушка оранжевая. Тоже съедобный гриб, но требующий предварительного отваривания и очень хорошей термической обработки. Но при этом, если вы перепутаете уже ложную лисичку с другим грибом, например, с гимнопилом, есть такие тоже оранжевые грибочки, встречаются немножко реже, но в любом случае они есть. Так вот, они уже галлюциногенные. Так что из-за этого ложную лисичку я не рекомендую собирать. Тем более, если вы не разбираетесь в грибах достаточно, чтобы собирать малоизвестные, но съедобные грибы. Так что ложная лисичка остается в лесу. Ищем только настоящую. А визуальные отличия вы увидели. Так чем же полезен этот гриб, ложная лисичка? В месте, где она встречается, очень хорошо растут деревья. Потому что, разрушая древесину, этот гриб выделяет определенные вещества, которые помогают почве лесной впитывать такие микроэлементы, как фосфор и азот, что очень благоприятно влияет на рост любых деревьев, да и вообще любой растительности. Еще этот гриб содержит в себе 25 жирных кислот. Соли этих жирных кислот используются, например, при производстве мыл. А еще лисичка ложная накапливает в себе железо, что очень хорошо, например, для медицины, потому что можно делать вытяжки из этого гриба и использовать в производстве. Если вы соберете этот гриб, например, для еды, перепутав с лисичкой настоящей, у вас еще есть прекрасный шанс перебрать эти грибы дома и отложить их в сторону, и не использовать их для приготовления пищи. А все отличия, по которым вы можете различить настоящую и ложную лисичку, я вам сегодня показала. С вами была Ирина Клистова. До новых встреч!